Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на решение жилищных проблем людей, имеющих право на льготы. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. По словам главы правительства, будут выпущены 6,5 тысяч жилищных сертификатов. Их получат, в частности, увольняемые в запас военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, а также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Еще одна важная социальная тема — строительство новых школ. На эти цели будут направлены значительные бюджетные средства. В этом году мы начинаем масштабную программу строительства новых школ и создания новых школьных мест, которая рассчитана на 10 лет. Я подписал распоряжение о выделении на эти цели с федерального бюджета до 50 миллиардов рублей. В каждом регионе есть старые изношенные школьные здания, которые нуждаются в капитальном ремонте. Есть немало школ, где учатся в три смены, что абсолютно недопустимо. Понятно, что с этой задачей регионам справиться самостоятельно очень сложно. Ровно поэтому мы и пошли на эту новую программу, несмотря на трудности весьма серьезные, которые в настоящий момент есть у бюджета. Тем не менее, будем помогать и считаем эту задачу исключительно важной в масштабах всей страны. Сегодня же премьер-министр провел совещание, посвященное ситуации в финансовой сфере. Дмитрий Медведев подчеркнул, банковский сектор России одним из первых столкнулся с последствиями экономических санкций. Тем не менее, он продолжает стабильно работать и развиваться. Глава правительства обратил особое внимание на проблемы малого и среднего бизнеса. Объемы кредитования в этом сегменте снизились, в основном из-за падения потребительского спроса и колебаний курса рубля. Продолжение следует...